привет друзья сегодня купила светофоре вот такой вибрационный насос верхний вот а забор китайского производства сейчас посмотрим что там есть в этом насосе какие прибамбасы все тут есть что нужно для того чтобы его подключить колодец вон качал мне водичку старый мой насос сломался сам насос такой маленький но тяжелый корпус вроде бы алюминиевый ну то есть нержавеющий я так понимаю и есть вот такая веревочка на которую надо подвязывать обязательно надо подвязать потому что если соскочить шланг не упадет в колодец то будет горышка поэтому колодец надо обязательно подвязывать вот такая веревочка такая довольно таки прочная она считается такая шелковая там она ли какая и вот такой хомутик есть трубочку одевается насос и шланг и зажимается вот этой штучкой год на него гарантия чек не надо потерять стоит он 63 рубля 58 копеек сказали сохранять чек в магазине год гарантии руководство по эксплуатации длина шнура 10 метров как раз должно хватить сейчас буду подсоединять его к своему колодцу как обычно я все забываю теряю поэтому человек положу в коробку коробку пока поставлю сохранил на год до следующего лета насколько действует гарантия вот такая красота как-то так скажу я вам намного меньше по размеру чем мой той старый насос не знаю как он будет насколько сможет ли хватит ли его мощности закачать воду из колодца потому что мой старый даже насос не очень-то хотел мы как-то там наливали воду фланг никак не хотел закачивать воду сейчас буду все вам показывать как буду делать так ну что друзья перебралась на травку буду собирать насос вот этот хомутик надеваем на шланг аккуратненько а теперь берем шланг и надеваем вот сюда на насос как-то сильно свободно вот это мне не нравится когда свободно вот если свалится в колодец твоего будет доставать а для этого существует подстраховка веревочку надо сюда обязательно подвязывать так сейчас найду ключик будем зажимать . есть вот такая вот штучка есть вот такой вот голова неправильно вот так вот это вставляем сюда это вставляем сюда а вот этим будем закручивать вот специальный специальный крючок так так вот и пытаемся крутить что-то не контычет так пытаюсь нажимать где крутится уже туго значит наверно уже так проверяем вроде бы зажало все сейчас надо проверять перевязать веревку потому что это колодец это глубина если без веревки то мы можем потерять насос вдруг соскочит так что веревка это обязательное дело интересно смотр на так хватит ли этой веревки на глубину моего колодца вопрос так ну что привязываем веревку веревка так себе я вам скажу чахленькая уже распутывается насос то китайский наверно может сделан белорусси непонятно но видите как распутывается веревка так что надо обязательно кончик ее присмолить но я решила присмолить потом когда привяжу а то она будет путаться путаться так вот так вот прицепляем теперь я придумала такой лайфхак берем вот такую гаечку обыкновенную просовываем сюда веревочку чуть-чуть чуть-чуть так не завязываем на узлы хорошенько на несколько раз не нравится мне эта веревочка надо посмотреть может где в гараже лежит старая веревочка от старого насоса вот там была мощная прям огромный бельевой шнур это какая-то очень чахленькая очень чахленькая ну ладно посмотрим что у этого получится так все привязала и получается что получается вот так и никуда не денется наша веревка и вот этого конца длинного обязательно не должно быть потому что его может засосать вот сюда в насос и будет беда так уже было он у моей соседки она начала кипишевать вау насос все сгорел новый насос новый насос сгорел я говорю доставай сейчас разберемся и точно шнур затянула сейчас подсмаливаем так видите она тут как бы как залепилась она не будет развязываться и не будет торчать и вот так вот хорошо будет держаться я так думаю это я так думаю а на деле посмотрим пойдем опускать в колодец я еще до колодца не дошли смотрите веревка начала он как расслаиваться и разбираться то есть надо сейчас обрезать присмаливать и перевязать так все обрезала те махры вот здесь обсмалила на краешке и вот здесь еще завязала узелок для страховки и надо еще попробовать второй завязать на всякий случай узелок потому что веревка я вам скажу конечно полная полнейшая вот так вот получается видите вот так вот он подтягивается к этому и вот получается такая штучка все сейчас будем по новой все пробовать делать так вставляем сюда вставляем сюда а то сейчас хорошо вставляется опаленный этот кончик узелки пролазят наши где моя гаечка упала куда-то вот так находим мою гаечку просовываем так и привязываем опять делерная работа вот вы бы думали привязать надо чтобы по минимуму торчали всякие махры то есть вот так вот вот так вот сюда сюда чтобы ближе к этому узелку вот так привязываем и еще раз привязываем потому что один раз она не будет держаться она будет обязательно расплываться потому что она такая скользкая вот так хорошенько завязываем проверяем проверяем сюда не затянет я думаю этот кусок все и вот так вот можно и подвешивать кстати можно еще для страховки вот здесь вот узелок сделать а как мы его сделаем вот это надо всю узелку протянуть не получится сделать узелок или пантик хоть сделать ладно не будем пойдем в колодец опускать так друзья шнур к шлангу прикрутила вот этими штучками которыми был скручен вот этот шнур и вот так вот будет хорошо держаться чтобы он здесь ничего не оторвался не оборвался и никуда не повредился идем в колодец так все все присоединено все пришпандерено беру и иду в колодец вот и мой колодец старый при старый при старый и воды там не так много потому что летом всегда она высыхает и заодно обновится и водичка в колодце все сейчас буду опускать насос так все ответственный момент опускаю в колодец так так легкую чтобы колодец не уплыла сейчас уже думаете что темно ничего уж не видно тут была фонарик подсветку желательно попасть по центру иди сюда что-то тут застряло так что-то тут застряло так все давайте добрались ищем непонятно надо было померить глубину колодца сейчас не могу понять стал он на ноги не стал так все дно Видите, тогда поднимаем чуть-чуть от дна на всякий пожарный, чтобы он песок не закопался. И нужно закрепить здесь вот шланг как-нибудь. Так, все, насос в колодце. А здесь у нас вот специально была проделана такая штучка вырезана, чтобы розетку сюда просунуть. Когда она как-то не прорезает, и шнур сюда пропустить. И потом включать его. Удлинитель, и докуда хватит. Покупается в гаража, то сразу в розетку. И хватит, значит, удлинитель. Вот так. Так, все, шланг здесь, все здесь. И до гаража немножко не хватает, поэтому будем включать удлинитель. Вот досюда только хватило. Сейчас будем проверять, течет ли водичка. Так, ну что, включаем, смотрим, работайте. Ого, будит. Будит, но вода пока не идет. О, но очень маломощный этот насос. Скорее всего, о-о-о, пошла. Тепленькая пошла. Ура. Все отлично. Я помню, прошлый наш насос не хотел сразу закачивать. Как-то заливали в шланг воду. Здорово. Ура. Вода есть. Шумит нормально, хорошо шумит. Сейчас проверим, как поливает. Нормально вроде бы, смотрите. Красиво. Надо еще распрыскивалку купить на край. Вообще будет хорошо. Все, друзья, насос подсоединили, все подключили, все работает. А вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, хороших поливов и всего самого наилучшего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока!